Христос воскрес Уважаемые братья и сестры, в эфире программа «Мир православия» с обзором событий церковной жизни. Сегодня расскажем о следующем. День памяти Кирилла и Мефодия. Праздник в Киевской духовной школе. Новый храм на Старом месте. В Одесской области освящена церковь на честь святого Николая. Молиться на родном языке. В Одессе была совершена литургия для арабской общины. Слышать сердцем. Богослужение для неслышащих в Харькове. Любовь милосердствует. В Запорожье прошел благотворительный аукцион. Встреча на острове Классики. Детское пение на взрослые темы. Праздник цветов и детей. Весенний детский бал. Галерея Соборная. 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Киево-Печерской лавре состоялось торжественное богослужение. Божественную литургию в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы совершил управляющий делами Украинской Православной Церкви ректор Киевской Духовной Академии, семинарии, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Ему сослужили классные наставники и студенты выпускных курсов Киевских Духовных Школ в Священном Сане. Такие службы традиционны для духовной школы. Особое значение они имели в день, когда церковь чтит святых братьев, просветителей славян. Очень приятно, когда среди выпускников так много в Священном Сане. Казалось бы, наш храм, конечно, не очень большой, но выпускники не помещаются в алтаре. С одной стороны, это, конечно, неудобство, но с другой стороны, это настолько душу согревает, что вот такие молодые лица, получившие образование, в Киевских Духовных Школах уже в Священном Сане идут в мир, чтобы стать лапцами человека. Дорогие выпускники, я желаю, чтобы вот эти оставшиеся дни, когда вы еще студенты, выпускники, сдать экзамены все как подобает, с хорошими, отличными оценками. Но самое главное, помните, что, конечно, это важно, получить документы об образовании, но главную оценку дает нам Бог и народ Божий. И от этой оценки нам никуда уже не уйти. Я желаю, чтобы Господь укрепил всех нас, чтобы пасхальные торжества еще продолжались, и мы своей жизнью попытались как бы удержать эту пасхальную радость в своем сердце. А вам желаю помощи Божией вот в эти восставшиеся дни, когда вы еще именуетесь студентами Киевских Духовных Школах. Христос Воскресе! Христос Воскресе! В тот же день митрополит Бориспольский и Броварской Антоний отслужил молебен перед памятником святым Кириллу и Мефодию, что на территории Успенской Киево-Печерской лавы. Христос Воскресе! На богослужении присутствовал чрезвычайный полномочный посол Болгарии в Украине Красимир Минчев, а также сотрудники посольства. День памяти святых Мефодия и Кирилла является национальным праздником Болгарии, Днем болгарской культуры и славянской письменности. И дай Бог, чтобы вот то ощущение единства наших народов, которое зиждется на православной вере и на нашей общей культуре, оно обогащало и в будущем. Мы по-разному развиваемся. Наверное, в этом тоже есть особый промысл Божий, но у нас одни корни. Мы питаемся одним и тем же соком. А сок этот всегда замешан на вере Христовой, на Святом Евангелии. От имени предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополит Антоний вручил церковные награды сотрудникам посольства Болгарии в Украине. 22 мая в день перенесения мощей святителя Николая в городе Авидиополь, что недалеко от Одессы, был освящен храм в честь Николая Чудотворца. Первый храм в честь Николая Чудотворца в Авидиополе был основан еще 215 лет назад, сразу после основания города. В то время Авидиополь был турецким поселением. В советское время дважды осквернялся, закрывался, и сегодня наступил тот долгожданный, замечательный, прекрасный день, которого ждали более 20 лет. Храм обрел новую жизнь, обновление, и был освящен сегодня нашим владыкой, митрополитом Агафангелом. Чин освящения храма и божественную литургию митрополит Агафангел совершил в сослужении архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия и векарных епископов Одесской епархии Аркадия, Деодора и Виктора. Храм представляет собой постройку в классическом стиле. Соблюдена пропорция, симметричная строгая кладка, пятиглавие колонны. Стены голубого цвета, прямоугольные, большие окна, отсутствие излишней позолоты. Все это создает достаточно спокойный и сдержанный вид храма. День, которого с нетерпением ждали жители города Авидиополя, потому что понимали, освящение храма – это особая милость, особая благодать Божия, в которой мы нуждаемся, чтобы укрепляться в вере Христовой, в вере православной, особенно в наше тяжелое время. По завершении праздничного богослужения был совершен крестный ход и отслужен молебен. Митрополит Агафангел наградил архипастерскими грамотами благодетелей храма, которые внесли свой вклад в обустройство церкви, а также поблагодарил настоятеля храма, который усердно трудится на благо прихода. Православная арабская община Одессы насчитывает всего около 50 человек, но и они недавно получили возможность молиться на родном языке. Все они выходцы из стран Ближнего Востока, в основном из Сирии, Ливии, Ирака, Иордании и Палестины. Некоторые регионы этих стран и сейчас охвачены войной. Поэтому все их молитвы сегодня о мире. Новой родиной для них стала Одесская земля. Протеерей Андрей Пронин в течение 10 лет являлся векарием карфагенской епархии, окормлял паству в Марокко, Алжире, Мавритании, Тунисе и Ливии. Теперь он духовник арабской общины Одессы. На минувшей седмице в Одесском Ильинском мужском монастыре он совершил Божественную Литургию. И вот сейчас второй раз мы послужили здесь, в этом храме, порадовались, сказали друг другу Христос Воскрес, совершили Божественную Литургию и причастились. И вы, как видели и слышали, что мы служили частично на церковнославянском, частично на арабском языке. Божественная Литургия совершалась на двух языках – церковнославянском и арабском, а исповедь на трех – русском, английском, а также арабском. Члены общины с большим воодушевлением принимали участие в богослужении и хором исполняли на родном языке все церковные песнопения. Мы сначала начали просто собирались, читали вечернюю молитву и все. И вот, слава Богу, я честно чувствую себя дома, когда мы служим в литургии. Многим сложно церковнославянское, поэтому есть возможность молиться Богу на арабском, чтобы получить духовное благословение. И мы благодарим метроболитов Ангела Владыка за то, что он нам дает такую возможность. Это действительно для любого араба православного, который живет на Чужбине, очень важно, потому что, когда он приходит сюда и службы проходят, хотя бы частично на арабском языке, он как бы погружается в свою родную среду. И это очень важно, потому что люди тоскуют по родине, люди тоскуют по своим традициям, обычаям. Верующие Одесской арабской православной общины говорят, этот день они не забудут никогда и будут стараться не пропускать богослужения на арабском языке, которые в Одесской епархии станут регулярными. Чтобы был мир и у нас здесь дома, и там здесь дома, и чтобы любое искушение, которое Господь попускает, чтобы оно было нам победу над грехом. Далее о подготовке Всеправославного собора и о разминировании берегов Иордана. Поговорим о международных новостях. На прошлой неделе на острове Крит состоялось второе заседание секретариата по подготовке Всеправославного собора, в состав которого входят представители всех поместных православных церквей. В ходе работы члены секретариата провели ряд совещаний и ознакомились с ходом подготовки места проведения собора Православной академии на Крите. Также обсуждались вопросы подготовки и организации работы Святого и Великого собора, заседания которого начнутся 20 июня, в День Святого Духа. Участники заседания также подробно обсудили правила аккредитации работы прессы во время работы собора. Израильское Министерство обороны заявило о начале работ по расчистке от мин и артиллерийских снарядов территории вокруг места крещения Иисуса Христа. Область Каср-Аль-Яхуд, которую по традиции идентифицируют как место крещения Иисуса Христа, была заминирована в 1967 году после шестидневной войны между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Территория, которую собираются очистить от мин, занимает приблизительно 100 гектаров. На ней расположены несколько древних храмов и монастырей. Последние 50 лет она была практически недоступна. На территории королевства Свазилент, расположенного в Южной Африке, освящен первый православный храм. Чин освящения совершил предстоятель Александрийской православной церкви, блаженнейший патриарх Феодор, впервые посетивший страну. По окончании праздничного богослужения патриарх обратился к верующим с наставлением, в котором подчеркнул значимость этого исторического момента. В рамках визита в Свазилент Ирак нанес визит премьер-министру страны. Глава правительства от имени короля Свазилента подарил Александрийской православной церкви участок земли, чтобы она могла развивать свою дальнейшую миссионерскую деятельность в стране. Янинская митрополия Элладской православной церкви провела донорскую акцию в рамках выставки благотворительных проектов, осуществляемых митрополиями и епархиями Элладской церкви. Одним из первых добровольцев, кто пожертвовал свою кровь, стал митрополит Янин и Максим. В своем обращении к участникам акции владыка отметил, что кровь является таким видом пожертвования, который может быть дан человеку только от конкретного другого человека. На протяжении многих лет неслышащие жители Харькова мечтали, чтобы в их храмах богослужение сопровождалось переводом на язык жестов. Мечты сбываются. И не по велению волшебной палочки, а по велению сердца неравнодушных людей. Не слышащие харьковчане периодически по воскресным дням ездили на богослужение в Киевский Ионинский монастырь, потому что служба там всегда сопровождается жестовым переводом. Они сокрушались о том, что в их городе нет подобных богослужений. Помочь решился глава так называемой православной молодежки, которая собирается при Харьковском кафедральном соборе и полгода назад организовал волонтерский проект «Слышать сердцем». Идея пришла, собственно, благодаря нашей молодежной конференции, благодаря владыке Ионе, которая собирает таких вот людей, которые что-то пытаются делать в церкви. 21 мая специально для неслышащих харьковчан был организован настоящий праздник души. Отслужили молебен с переводом на жестовый язык и провели экскурсию по храмам Харькова. На первое богослужение пригласили опытного переводчика из киевской православной общины. Юные переводчики еще побаиваются переводить молитвы и пока что только учатся. Жестовый язык мне понравился своим богатством, своей красотой, своей, скажем так, изящностью, многогранностью. Я думала, что это все хорошее дело. Мога это не знает, как переводить литургию на лидер, а вообще объясняет этим, что это за кусочек. Многие люди слышащие, не знают, что такое православие, а глухие, наверное, и все это же люди. Первоначальная цель была перевод к литургии, потому что сегодняшний день показал, что люди нуждаются в этом, в Харькове. При подборе жестов для перевода молитв молодые люди часто сами для себя делают открытия. Мне кажется, что это очень полезно. Чтобы что-то донести другому, нужно на что-то опереться себе. Хочется верить, что по примеру харьковской молодежи и в других городах найдутся активисты, исполняющие мечты тех, для кого богослужение в православных храмах все еще остается недоступным. Должны ли православные женщины одеваться красиво? На этот вопрос ответили организаторы благотворительного аукциона, который состоялся в Запорожье. В Запорожье впервые проходит подобное мероприятие. Специально ко дню Жон Мироносец Запорожская епархия совместно с Высшим профессиональным училищем моды и стиля организовала показ модели одежды из коллекции православным женщинам. Зрителям представили три коллекции нарядов, разработанных с учетом требований церковного этикета. В рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствия» мы еще и проведем такой вот небольшой аукцион, и собранные средства как раз пойдут на помощь онкопольным детям. Дополнительным украшением мероприятия стало выступление ансамбля народной песни. Православная женщина – первейший пример всего того достойного, чем должна обладать женщина в плане одежды. Головной убор, убранные волосы, если это девушка. Женщина никогда не показывала волосы. Она настолько умело завязывала, обвязывала свою голову в разный период года, что всякий раз, когда она выходила в люди, то голову несла так, словно там у нее корона, а не платок на голове. Такой женщине действительно хотелось поклониться и всякий раз обращаться к ней на «вы». «Вы – уважаемая дама», а не «эй, девушка» или «эй, женщина», а «уважаемая дама». Точно так же женщина должна была красиво носить вышивку, носить уборы, вышитые или не вышитые. И поэтому у нее всегда была красивая осанка, ровные плечи. И когда девушки завязали платками свои красивые волосы, но лоб был открыт, глаза светились, а из всех глаз небо сияло. Это настолько приятно. Все приятно. Их стройность, их красота, их понимание красоты, которую они умеют создавать. Благотворительный аукцион нарядов из коллекции «Душа цветок» состоялся сразу после показа. Все вырученные деньги помогут выздоровлению маленьких пациентов в запорожских больниц. Они будут потрачены на лечение и покупку оборудования. В первую очередь хочется низко поклониться владыке, что он проводит эту акцию. Акция «Любовь милосердствует» проводится уже шестой год, и она все расширяется. Мы видим, нет равнодушных людей. Посмотрите, какая красивая мода получилась, мода для православной женщины. Ведь это когда-то было. Оно возрождается. И сколько желающих захотели купить эти платья. Конечно, они еще хотят помочь онкобольным, тяжелобольным детям. Дай Бог всем здоровья. А впечатление, самое лучшее впечатление. Был показ мод, как должна ходить православная женщина, как красиво пел Аксамид с ее солисткой, моей внучкой. Эмоции переполняют от этой благотворительной акции. Просто нет слов. Настоящая красота не только в красоте внешней, она неотделима от доброты и милосердия. Именно эта красота спасет мир. В Днепропетровске продолжает работу музыкальный проект «Место встречи. Остров классики». Очередной концерт по количеству участников стал рекордным за многолетнюю историю проекта. Зрителей радовали не только взрослые исполнители, но и дети. Они с волнением выходят на сцену, неловко кланяются, но ни одному взрослому артисту недоступна та искренность, с которой они покоряют зал. Это детско-юношеская хоровая капелла «Дзвеночек». За плечами этого коллектива участие во множестве концертов и фестивалей, но на острове классики эти артисты выступают впервые. Программа совсем не детская. Поют произведения Баха, Моцарта, Бортнянского и Рахманинова. Вы знаете, у меня самого было такое огромное желание создать в городе Днепропетровске хоровую капеллу, но так, чтобы она звучала профессионалом, чтобы не было никаких сомнений, что это на высоком уровне. У меня, скажу, это не получилось. Но получилось другое, что мы создали все необходимые условия для того, чтобы на остров классики привезти хоровую капеллу «Дзвеночек». Они поют отменно. Это высокий класс. Тут в профессионализме нет никаких сомнений. А какое созвучие? «Дзвеночка» и камерная ансамбль «Артыхата». Это вот что-то нас возвышает ввысь. Как говорят сегодня, «Радость моя Христос воскресе» вот это состояние, и музыка дает, дает состояние радости, благости, потому что дети поют. Это как ангелы. Как говорят, это божественная музыка. Хоровая школа «Дзвеночек» объединяет более 200 певцов от 6 до 35 лет. Этот хор, созданный еще в 1966 году в Киевском дворце детей и юношества, имеет огромное количество поклонников и собирает переполненные концертные залы не только в Украине, но и далеко за ее пределами. В последние годы хор записал пять альбомов, неоднократно выступал в Киевской филармонии, а также в Германии, Италии, России, Словакии, Австрии и Чехии. Объездили мы очень много городов уже. Я не могу сказать, что мне больше всего понравилось. У меня в каждом городе свои преимущества. Они приходят сюда совсем малышами, набираются опыта и, повзрослев, поют уже в старшем составе хора. Тимофей занимается здесь с 5 лет, сегодня ему 18. Музыка в его жизни уже профессия. Я сам музыкант, я учусь, правда, не на хориста, а пианиста в Институте музыки, так что это помогает. Это скорее как дополнительное развитие, очень и очень даже желательное. Многие педагоги даже одобряют это, что оно развивает и гармонический слух очень хорошо, и помогает музыкальному развитию всеобщего. Художественный руководитель коллектива заслуженный артист Украины Рубен Толмачев. Он много лет преподает в Киевской консерватории в Музыкальном училище имени Глиера в Педагогическом университете. Успевает все и всегда находит общий язык со своими подопечными. Мы не церковный хор. Просто лучшая музыка на земле написана о Боге и для Бога. Так было и 200 лет назад, и 300 лет назад. Так есть и сейчас. Поэтому, конечно, наверное, 70% нашего репертуара это так или иначе музыка на литургические богослужебные тексты. Отчасти потому, что мы верующие люди, конечно, а отчасти потому, что это гениальная музыка. Большинство из деток не занимаются музыкой профессионально, поэтому они очень-очень горят многого достичь, скажем так. Понять это, разобраться в этом, разобраться в партитуре, читать ее, понимать, что композитор зашифровал между нотами, а не только в каких-то аккордах. И вот мы им в этом помогаем. Когда они это начинают понимать, вы себе не представляете, насколько они растут. Они все понимают, что только трудом, и если нужно это многократным повторением, можно добиться идеального результата. Я так думаю, что они становятся благодаря хоровому коллективу более культурными, более талантливыми, конечно же. И видят мир, это очень замечательно. Композитор Струвы сказал когда-то, хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании. Обществе, в котором важно услышать другого и прислушаться друг к другу. Следующая встреча на острове Классики состоится уже осенью. В октябре организаторы обещают порадовать зрителей новым сюрпризом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В просветительском центре Кафедрального собора Украинской православной церкви состоялся традиционный детский весенний бал. Цветы в декорациях, на картинах, цветы в аксессуарах и одежде. Галерея Соборная – настоящий праздник цветов, праздник весны. Накануне бала на праздник «Жон Мироносец» в зале галереи была открыта выставка. Три удивительных мастера представили свои работы, основная тема которых, конечно же, цветы. Именно цветы больше всего любит рисовать одна из художниц Тамара Твердохлеб. Цветы – это частичка рая на земле. Говорят, что брак и цветы – это то, что нам осталось от рая. Цветы, цветы на картинах, цветы в жизни, праздничный бал цветов. В цветочном зале начинают собираться маленькие участники, ждут начала бала. Чтобы танцевать, нужны силы, так что время подкрепиться. Организаторы угощают гостей вкусненьким. Наконец, бал начинается. Все мы хорошо знаем, что начинается все с душевной сферы, а уже потом надо говорить о духовном. Это своего рода проповедь, просвещение, направленное именно на культурное развитие ребенка, личности. Больше ста ребятишек погрузились в красоту традиций аристократических бальных салонов. Особыми гостями были подопечные социальных служб Киева, воспитанники детских домов и дети из многодетных семей. Посетители развлекали хорошими песнями. Профессиональные исполнители показали детям, какие же красивые элегантные бальные танцы. А ведущие педагоги на мастер-классах показывали основы вальса и фокстрота, а еще азы этикета в бальном зале. Как правильно вести себя, как, например, пригласить девочку на танец. Для детей были и игры, тоже танцевальные. А каким трогательным был танец, в котором мальчики танцевали с мамами, а девочки с папами. Покружить в вальсе пригласили детей от 8 до 14 лет. Но когда тебе 4 и ты так любишь танцевать, как же пропустить такое событие? А что тебе больше всего понравилось? Скажи мне. Парус танцевать. Мама в восторге и от успехов дочери, и от праздника. Очень понравилось это, настолько торжественно, празднично. Ну, очень понравилось. Прививает им вкус к танцам, вкус к манерам правильным. Детки учатся более благородно вести себя мальчики, девочкам ручки подают, девочкам аккуратненько так. В общем, прививает им приятные и полезные вещи. Сонечке также понравился вальс. Что тебе больше всего понравилось? Вальс. На паркете она чувствовала себя довольно уверенно, ведь уже начала заниматься хореографией здесь, в просветительском центре. Ходим на танцы, бальные сюда, каждую субботу, как на праздник. Девочки полдня сегодня собирались, поэтому такие нарядные, красивые, от бала только положительные эмоции. Будем ходить еще и, надеемся, вытащим нашего папу на взрослый бал, который будет завтра. Так что, только позитивные эмоции. Уверенности Софии прибавлял и опытный партнер по танцу. Из своих 12 лет Денис танцует уже 8 лет. А вот на таком балу впервые в жизни. Очень интересно, там много очень детей пришло на этот бал. Очень было интересно, прикольно, классно. Для многих этот бал был первым, но точно не последним. Некоторые решили всерьез заниматься хореографией. А элегантность, воспитанность, манера юных леди и джентльменов после таких балов будут заметны не только на паркете танцзала. А теперь о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 30 мая, день памяти праведного Ионы Одесского. 31 мая вспоминаем отцов семи Вселенских соборов. На следующий день чтим благоверного князя Дмитрия Донского. 2 июня вспоминаем обретение мощей святителя Алексия, митрополита киевского и московского чудотворца. 3 июня чтим равноапостольных царей Константина и Елену. На следующий день церковь чтит первосвященника Милхиседека, царя Салимского. И, наконец, следующий воскресный день посвящен воспоминаниям об исцелении слепца, которому Христос даровал прозрение. На этом все. Увидимся через неделю. Всего доброго. Христос воистину воскрес. Субтитры создавал DimaTorzok